Сегодня мы заканчиваем знакомство с командной строкой. Со следующего урока начинается уже практика. Рад приветствовать всех стремящихся к познанию. С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Конечно, командную строку невозможно уложить в пять уроков, но тех команд, про которые я рассказал, в принципе, вам будет достаточно для работы с сервером. Плюс не забывайте про Google. Закончим созданием, копированием, удалением файлов. Мы что-то уже насоздавали. Давайте посмотрим, что. Удобная команда 3. Выводит содержимое папки в виде дерева каталогов. Поэтому и 3 дерева. У нас тут одна директория и два файла. Давайте создадим еще один с помощью Vim. И выйдем без сохранения изменений, ну поскольку мы ничего там и не написали. Файл не создался. Имейте это в виду. Для создания через Vim вам нужно что-то там написать и сохранить изменения. Вот теперь файл есть. Создадим файл в папке test1. На этот раз, например, php. Ему, в общем-то, без разницы. И следующая команда, которую мы рассмотрим, cp, copy, скопировать. Указываем, что копируем и куда копируем. Если копируем в ту же папку, как я делаю сейчас, то нужно просто указать, как будет называться скопированный файл. Два одинаковых файла быть не может. А вот. У нас появился файл second.txt. Точная копия файла test.txt. Теперь скопируем файл из одной папки в другую папку. Test.txt из текущей папки в папку test1. И назовем его также second. Есть? Есть. И последняя команда, которую мы рассмотрим в рамках беглого ознакомления с командной строкой. Команда rm. Remove. Удаление. Удаляем файл в текущей папке. Все просто. rm и его название. Удалили. Удалили. Удаляем файл из папки test1. Относительный путь. Имя файла. Удалили. Удалили. Удаляем папку. rm. Имя папки. Удалили. Не удалили. Нельзя говорить, вы не можете удалить, так как это директория. Хорошо. На этот счет есть команда removedir. Удалить директорию. Удалили. Не удалили. Нельзя говорить, так как директория не пуста. А зачем тогда нужна такая команда, спрашивается? Запомните, rm удаляет файл. rm с атрибутом r за главное удаляет папку. Вне зависимости от того, пустая она или нет. Ну и на этом общий обзор команд командной строки мы наконец-то завершаем и переходим к практической работе с докером. Единственное вне контекста докер можно рассказать еще о файле configuration.php. Вне контекста, поскольку configuration.php будет у вас при установке любого селфхостит приложения, вне зависимости от того, ставите вы его через докер или нет. И это, по сути, единственный файл, который вам может понадобиться отредактировать при установке свободного ПО. Называться, правда, он может по-разному. Конфиг это главный файл, содержащий информацию об основных настройках приложения, сайта и прочего ПО. Не всегда, но иногда при установке вам необходимо будет править файл конфигурации. Кроме того, вы можете сами менять параметры конфигурации под свои задачи. Это уже опционально и зависит от ваших запросов. Давайте я сначала покажу, где находятся файлы конфигурации с помощью WinSCP, а потом перейдем в командную строку. Так будет нагляднее. Например, файл конфигурации WordPress находится в корне сайта и называется wp-config. У меня тут установлена CRM, забыла уже какая. Тут файл конфигурации находится в папке data и называется config.php. Далее, например, task manager lin-time. У него конфиг находится в папке config и называется configuration.php. Возвращаемся в командную строку. Словом получается, что везде все по-разному. Единственное, что объединяет все файлы конфигурации, что в названии есть слово config и расширение у всех PHP. Поэтому давайте найдем все файлы, в названии которых есть слово config и расширение у которых PHP. Получается такая конструкция. Найти все файлы, где имя не важно, с чего начинается, звездочки заменяют любые символы. Это на случай типа WordPress, где файл называется wp-config. Далее опять идет звездочка на случай варианта с configuration. И мы точно знаем, что в конце этого слова есть PHP. Вот, он нашел все файлы и давайте посмотрим, например, тот, что в lim-time. Он достаточно подробный. Заходим в папку и открываем файл с помощью vim. Вот как выглядит файл конфигурации. Тут есть переменные и их значения. Кроме того, всегда есть описание, какая переменная, за что отвечать. Непосредственно в lim-time нужно было прописать вот эти значения. Это адрес базы данных, логин и пароль. А также у меня там была специфическая история с работой из директории. И нужно было вот здесь еще указать имя директории. Кому интересно, посмотрите скринкаст про lim-time. Там я рассказываю, как ставить его не через докер. Ну и кроме необходимых параметров в configuration можно поменять какие-то опциональные. Например, название сайта, язык по умолчанию или можно заменить лого. Ну и так далее. В принципе в config не всегда нужно заходить. Часто, как в случае с WordPress, например, все параметры прописываются автоматически при установке CMS. Ну то есть из графического интерфейса. Но заглянуть сюда можно. Что-то понятно из описания, про что-то можно почитать дополнительно. Ну и все, переходим к докер, но уже в следующем уроке.